Всем привет! Как вы по названию уже поняли, тема у нас сегодня будет о турецких родственниках, в жизни в Турции. Я просто хочу поделиться своими наблюдениями о турках, что здесь происходит. И может быть, можно назвать это какие-то рекомендации, советы. Но это не моя личная практика, потому что я с такой проблемой не сталкивалась. Но сталкивались девочки, с которыми я общаюсь, или мои знакомые. И исходя уже из их реакции и поведения, я к таким выводам тоже прихожу и знаю менталитет людей, как здесь что происходит. И больше я бы даже сказала, здесь, наверное, более с точки зрения психологии я хочу дать свой совет. Тема такая, да, что делать вообще, как реагировать, как себя вести, когда у меня какие-то нестыковки, или меня открыто не принимают родственники, или какой-то родственник моего супруга, когда я в Турции. Мы говорим про турецкий менталитет. Я, наверное, даже отнесла эти советы, может, ко всем другим странам тоже это подходит. И может, даже в России, там, нашего менталитета тоже так можно поступать. Но в любом случае, мы поговорим, в частности, про Турцию. Как себя вести? Максимально снизить свои потери какие-то, да, выйти сухим из воды, достойным. Вот этот холодок, знаете, он же всегда, хоть турки и двуличные, да, не принято там фукать в лицо. Есть на такие, кто это сделает, да, сразу показывать свое недовольство, неприятие. Могут улыбаться за душой, тебя обсуждать и так далее. И многие девушки о том, что они не нравятся или их там не хотят, они узнают чуть-чуть попозже. Когда уже переехали, вроде нормально общались, и в каких-то моментах там бытовых начинает этот вопрос вылазить. И ты чувствуешь, что, например, тебя не принимают, с тобой не считаются, или конкретно эфи начинают высказывать. Сразу такое не чувствуется, но ощущение, надо, во-первых, полагаться на свою вот эту чувство, интуицию. Не делать скидку на менталитет, а больше обращать внимание на свои личные переживания, как я чувствую, как ко мне относятся и так далее. Это не надо на это забивать и думать, что это ложное какое-то ощущение. Чувствуете себя неуютно рядом с этими людьми? Значит, есть повод, они вам дают такое ощущение, вот эту эмоцию, энергию, что вам с ними не очень комфортно. Корее всего, это не просто так. Они дают вам повод это почувствовать. Вы это просто считываете, назовем это, давайте, интуицией. Так вот, главная ошибка девчонок, когда они переезжают, они стараются понравиться, стараются расположить к себе, дарят подарки, пытаются больше общаться, не зная там язык, они все равно пойдут там на алтынгеню, в кафе, мафе, в рестораны, там, не знаю, в шоппинг-центр со свекровью больше провести время. Или девочка начинает подстраиваться и выполнять все советы свекрови, наказы, позволяет свекрови залезть в личную жизнь, чуть ли не до постели, контролировать, что они когда спят, наводить дома порядки, типа там, повесить шторы, купить новые тарелки, заняться дизайном, переставить мебель и так далее, да. Вот эту личную границу не отстаивают, максимально спускают. И не забываем о том, что турки, они очень любят подстраивать под себя, под свои устои, под свой быт, под свои предубеждения какие-то. Им было бы классно и приятно, если бы иностранец, например, изменился и стал под них, да, стал готовить турецкую еду, кушать ее, любить ее, какие-то моменты культуры перенял. В общем, начал играть по их правилам. Им, да, это рестит, это их желание такое тайное, чтобы все были как турки, да. Но девочке вот с целью не понравится страшно, что меня отвергнут, вот этот страх управляет. И девочки начинают прогибаться, большая ошибка, вот личные границы тут же стираются, к ним лезут все родственники, и тети, и дяди, и свекрови, и свекры порой, и так далее, и так далее. А потом девочки садятся на попу и ахают, блин, да, я дома у себя не хозяйка, да, за меня все делают, муж меня, самое главное, муж меня не слушает. Я вообще женилась, вышла замуж, извините, за его родителей, они все решают, и понесла вся история. Потом вылазит. Почему? Потому что ты одеваешь маску первое время, пытаешься казаться удобной, быть хорошей, правильной, чтобы тебя не отвергли. Потому что многие считают, что вот, надо подружиться с его родителями. Даже сколько фильмов, даже американских, это вообще, мне кажется, во всех менталитетах, да, знакомство с родителями, правильно одеться, произвести впечатление, быть хорошей, быть фальшивой, на самом деле, да, чтобы тебе понравилось, чтобы тебе дали протекцию, чтобы там условно, в кавычках, если мы берем старые наши устои, там, сто лет назад, чтобы родители разрешили, дали добро и выбрали эту пассию, да, на тебя пал выбор, тебя не отвергли. Конечно, звучит все классно, хорошо, но только ничего, что как бы с мужем потом жить тебе, с его родителями, ты не за них, по сути, ты знаешь, что вы хочешь, правильно? Надо смотреть, вот мой совет для девушек, которых не принимают, вот ошибку я рассказала, не принимают родственники или какая-то напряженка, игнорировать, не вестись на провокации, желательно не воевать с ними, потому что, скажем так, четко отстаивать свои личные границы, не позволять, не подстраиваться под них никоим образом и не позволять людям залазить к тебе домой, к тебе в постель и пытаться у тебя дома какие-то порядки наводить. Вежливо, красиво, отвечаем, избегаем, возможно, и так далее, не надо вступать в открытые прям суперконфликты. У меня когда-то был совет видео, я его, в принципе, придерживаюсь, да, когда очень плохо, со свет кровью прям, ну, вообще жесть, условно, когда твои чемоданы из дома выставляют, пока ты будешь на работе, что-то такое, да, прям тебе говорят, или вот билет тебе купили в Али, или как-то составляют истории, там, не знаю, подкидывают женскую одежду в гардероб, к вам в шкафы, типа, о, чьи-то трусы и чьи-то носки новые, или какого-то там подставы какую-то пытаются, даже очень такие истории знаю. Вот тогда можно один на один условно зажать за горло, прижать и сказать, так, будет вот так, я никуда не уеду, и ваш муж выбрал, это его выбор и так далее, да-да-да-да-да-да-да, да. Так можно, и это, ну, это крайняя мера, я бы так сказала, стараться в эти конфликты изначально не влазить, не идти на провокацию, быть умудрой и хитрой, не реагировать. Вот главная стратегия, которая помогает, это игнор их, игнор внешних факторов людей, козни какие-то могут строить и так далее, не реагировать на них. Почему? Потому что сильный человек, который не показывает своей эмоциональной реакции. Если я агрессирую, налетая истерю, меня легко предугадать, как я буду поступать, просчитать можно. Если человек хитрый, он поймет, что мои следующие действия, я предсказуемым становлюсь, да. Если я агрессирую, значит, со мной понятно, как можно себя вести, как я в следующий раз себя поведу. И, в принципе, мой оппонент может прикидываться жертвой всегда, и я буду выступать экстра в кубе агрессора в глазах своего супруга. Моя свекровь бедная, несчастная там или невестка, или там тетушка какая-нибудь. Я вся такая плохая, иностранник приехала, что-то в порядке навожу, сволочь такая, просто демон, да. А если я начинаю впадать в истерики, истерию плачу, я в позиции жертвы, и пытаюсь выставить нападающего агрессором. Вот, кстати, позиция жертвы во многих конфликтах у турок, в социальных, бытовых, не только в семье, а вообще вот в обществе где-нибудь, они чаще всего стараются быть жертвой. Жертву, потому что априори защищают, бегут помогать. Позиция жертвы, вот на будущее вам заметочек про менталитет, позиция жертвы в Турции очень выгодна. Эта позиция работает, здесь можно больше что-то все выцегонить, но она тоже не бесконечная. Когда-то начнется ситуация, когда кричать «волки, волки», пастуха слушать перестанут. И в позицию жертвы, если затяжной конфликт, ваш муж у вас поддерживать тоже не перестанет. Ему это просто надоест, вот эти контры. И вот эта жертва, и может быть две жертвы, и ваш оппонент, родственник, и вот так долго перетягивать будете, ну там год, например, полтора, когда-то у вашего мужа просто сорвет крышу, бомбанет, и он перестанет на это реагировать. То есть эта позиция какой-то промежуток времени выгодная, но недолгосрочная, не навсегда, точно. Вы в этой позиции точно не победите. Вы победите в позиции не показывать свои эмоции, в позиции нейтралитета, точнее не то, что у вас, я не говорю, что у вас внутри-то все нейтралитет должно быть, просто не показываем физически людям свои реакции. Правильно? Меньше знают, крепче спят, они меньше смогут вас просчитать. Вот это чисто турецкая история. Меньше показывай, умнее будешь. Но защита от окружающих, повторюсь, не показываем эмоции, игнорируем, не ведемся. Можно вести там потачивающую скрышную войну с ними. Тоже какие-то козьные условия, если вы хотите в это вступать вести. Но в этот момент параллельно вы обязаны должны... Ваша защита — это ваш муж. Ваша протекция в этой стране. Вы должны укреплять общение со своим супругом, защитную линию. Ваша защита — это он. И конфликт с родителями, непринятие выбора сына, пассии, не дело не в том, что вы иностранка. Это может быть турчалка, которая вам не понравится. Не дело не в национальности, в другой стране, менталитете. Есть жеребностные родители, которые в принципе не готовы принимать к себе в дом и видят в невестке конкуренцию. Конкуренцию за деньги, например. Если ваш муж, их сын обеспечивает, там все семейство обеспечили человек финансовый. Первый вопрос — делешь денег на самом деле. Всегда так. Турцию с этим проще. Здесь открыто говорят о деньгах. Здесь не стыдно быть меркантильной, когда вот это слово «фу, меркантильная». У нас это уже плохой какой-то смысл несет. Я его произношу, все-таки сразу какое-то есть понятие этого слова. В Турции по-другому к этому отношение. Здесь вопросы денег открыто порой обсуждаются. Женщины здесь не боятся показаться меркантильными, а расчетливыми. Это даже им, скажем так, в плюс. Они смело заявляют в своих желаниях, позициях. За это даже может быть борьба за вашего, скажем так, супруга, если он несет курочка, которая несет золотые яйца в семью. Так вот. Ваша задача — укреплять поддержку своего супруга. Только он может вам помочь. И конфликты, когда родители не принимают пассию, избранницу своего сына здесь, в Турции. На самом деле это конфликт, проблема вашего сына и родителей. Вы — лакмусовая бумажка. Вы — стрессовая ситуация, которая показывает это недопонимание, расстановку сил в общении родителей и сына. Скорее всего, родители хотят его угнетать, подавлять. И видеть в нем ребенка, который выполняет и подчиняется. Здесь уже вопрос у меня сразу к вашему супругу. Как он вас защищает? Если он закрывает глаза, делает вид, что ничего не происходит, игнорирует, у меня вопросик. Это не защита, это избегание. На самом деле, по правильному, по здоровому, по психологии, что он должен сделать? Он должен заявить в своем выборе с вами и сказать родителям, это мой выбор, я его менять не буду. Не хотите — не общайтесь. Я на нее давить не буду. Сами учитесь, как с ней находить язык, вступать в контакт через меня. Он должен прекратить перетягивание через себя, а чтобы они не манипулировали, вы в том числе. Вот это правильная, здоровая позиция. Вот она такая, принимайте все, точка. Как с ней хотите, так и выстраивайте отношения. Хотите — общайтесь. Я вам позволяю не общаться. Хотите — общайтесь. Хотите нарочито выдуманно общайтесь, придуманно, да, создавайте общение, но при этом не любите. Ваше дело вообще. Но перетягивать я ни на чьей стороне, я как бы ничью сторону как будто бы не занимаю. Для вас это уже достаточно. Если он вас не обвиняет и говорит, ты плохая, давай подстраивайся под моих родителей, вот это не окей, не нормально. Если он дает мне триалитет, живи спокойно, я им все сказала, пусть делаю, что хотят. Вот это нормально. Это вас должно устраивать, эта позиция. Он тоже, знаете, не может отказаться от своих родителей, сесть только на вашу сторону и говорить тебе только за нее, отбиваться и так далее. Это как бы хороший вариант. У меня вообще вопрос, что ты раньше терпел? И вот эти конфликты с родителями — это не первое. Вы только проявляете эту ситуацию. В общем, возникают к нему вопросики всякие. Так вот, чтобы такая реакция у мужа была, вам на самом деле надо просто, или у молодого человека вашего, вам надо укреплять с ним позицию, доверие, открытость, похвала, поднять его самооценки. Просто хорошие, настоящие любовные отношения, партнерские, добрые. То есть я его принимаю, своего мужа, и с плохим, и с хорошим. Я его поддерживаю. То же самое я получаю в ответ. Уважаю, люблю, принимаю, понимаю. Все, больше ничего не надо. И опять же, не стелиться под мужа, когда у вас проблемы с его родителями, стараться там, чтобы он не чувствовал, чтобы этот процесс должен выглядеть очень естественно. Он и должен быть естественным. Не нарочитым, не фальшивым. Никогда муж приходит с работы, кидает тапки у входа, а ты уже с тазиком воды горячей бежишь, ему ножки моешь. Вот это не та история. Это уже другая позиция прогибаться, стараться, нарочитое, неестественно. Естественно, это, не знаю, говорить по душам, делать приятные какие-то моменты, подарки друг другу, доверять, спросить, как твои дела искренне, да, спросить, как твое настроение, как ты вообще день провел, да, окей. И не забываем главные правила. Мы даем советы, когда у нас их спрашивают, помогаем человеку, когда он тоже об этом просит о помощи. Сами не лезем, куда не надо, да, на рожон не лезем. Соответственно, но ушки на макушке, мы контролируем, мониторим ситуацию с родителями, я вас просто призываю, не делай то, что вам не хочется. Не надо прогибаться, стирать свои личные границы с новыми родственниками, когда вы только приезжаете. Это главные ошибки. Вы, может, еще не понимаете, принимают вас до конца, может, у вас притирка пойдет и не пойдет, да, то есть они, говорят, нормально были, а приехали, что-то друг другу не стали им нравиться. Такое тоже может быть. Они присмотрелись, рассмотрели товар, повертели и познакомились, такое тоже может быть. Или они вам не понравятся. Соответственно, поэтому держать свои личные границы очень важно, людей сразу не допускать. Потом от матов отставать границы очень трудно, очень больно и проблематично. Лучше уж сразу не допускать. Если у вас будет момент опасности, вас не примут или вы сами присмотритесь, вам они не понравятся, у вас всегда есть личные границы, за которые вы можете спрятаться и не позволять, не позволять там топтаться своей жизни людям, в своем доме наводить порядки. Что вы думаете? Пишите комментарии. Согласны вы со мной. Мне очень бы приятно было послушать ваши истории в комментариях. Можете присылать вашу историю для публикации на канале. Я сниму отдельное видео про притирку, про конфликт с родственниками, как вы это переживали. Может, дадите дельные советы людям в комментариях, тут же или в письме, тем, кто только вступает в такие моменты. На самом деле, этих притироков очень много, они все об этом просто говорят, выносят это, может быть, на публику. Такие советы были бы очень дельными, правильными и очень многим бы пригодились. Если у вас нужна моя консультация как психолога, пожалуйста, в инфобоксе под видео моя почта пишите письмо с темой «Консультация». Если хотите прислать вашу историю для разбора на канале, моего комментария, психологического ответа, пишите письмо с темой и письма «История для видео». Спасибо всем за внимание. Благодарна вашему просмотру. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока!